Подписание соглашения – заключительный этап конструктивного диалога власти, профсоюзов и нанимателей региона. При его подготовке был учтен опыт заключения и исполнения предыдущих документов, а также изменения в трудовом законодательстве страны. Взаимная заинтересованность социальных партнеров способствовала тому, что соглашение усилило права и гарантии работников. Нормативный акт, это соглашение, он принципиально очень отличается от предыдущих, потому что он носит в основном свой обязательный характер. Ранее соглашение существовало, оно носило каким-то, можно сказать, в большей степени рекомендательный характер. В настоящее время это тот документ, который необходим нашим правозащитникам для отставления именно в судах прав и гарантии наших граждан, трудящих. Так, в новом соглашении предусмотрены дополнительные нормы для работников, имеющих неполную семью и воспитывающих несовершеннолетних детей. Закреплены меры стимулирования работников, затронуты вопросы занятости, в том числе трудоустройства молодежи, лиц с ограниченными возможностями, граждан пенсионного возраста, воспитывающих несовершеннолетних детей. Нормы трехстороннего соглашения обязательны и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников. Данный документ это тот свод минимальных гарантий, минимальных норм для как нанимателей, так и работников, для того, чтобы в дальнейшем на основе соглашения заключались и коллективные договора, и отраслевые, тарифные, районные, городские соглашения. Соглашение призвано сохранить социально-экономическую стабильность в трудовых коллективах, а вместе с тем и поддержать динамичное развитие экономики региона. Отметим, в прошлом году в области было создано 7,5 тысяч новых рабочих мест. На треть возросло количество самозанятых граждан. На стимулирование работников предприятиями потрачено более 24 миллионов рублей. Два миллиона на пропаганду здорового образа жизни в трудовых коллективах и содержание спортивно-оздоровительных объектов. Евгения Кухаронок, Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели.